Мы зашли в помещение. Татьяна, рассказывайте, что здесь у нас. Здесь в помещении содержатся девочки, рабочие самки. Подождите секундочку. Мы сюда зашли с такими возгласами, там, масечки и так далее. То есть для чего это было нужно? Сидят они в большей степени сами, в тишине. Ну, как здесь только вытяжка работает. Поэтому для того, чтобы не напугать, чтобы они не покалечились сами, не подавили своих деток, я называю их голосом, чтобы они знали, что к ним идет. То есть они ваш голос знают? Да, конечно. Я даже иногда захожу в другой одежде, они пугаются, не узнают. Так, конечно. Отлично. Ну, давайте показывать, хвастайтесь своими животными. Здесь у меня, повторюсь, три породы кроликов. Вот, допустим, два. Когда сидят новозеландские белые... А давайте будем открывать и смотреть. Давайте, конечно, конечно. Здесь такие вот флаг Российской Федерации, то есть синяя изолента, значит, самочка с детками, красная, то есть она молочная, она... Ну, это как ленточка кумача, то есть она отличная мама, то есть к ней претензий никаких. А, это флажок на парту. Масики. Это маточник, очень старой конструкции, древней, то есть придуманной еще вот там 7-8 лет назад, и некоторым маточникам столько же, вот, столько же... Вот, хорошая мама, то есть она хорошо кормит такие вот упитанные детки, у нее такие вот пузики большие. Вот, этим деткам... Сейчас скажу, сколько. Детки 10-10 рождения, то есть им 9 дней. Ой, давайте их не будем это самое тревожить. И посмотрим на мамашу. По телосложению новозеландские белые я люблю самок крупных, такие, чтобы они были вот они длинные по корпусу, такие вот, тяжелые. Здесь есть, как бы, корм для кроликов и всегда доступ к водичке. Вот эти вот конструкции поилок придумала сама, купила мусорное ведерко, купила, не пили, ну, в общем-то, и... На табличке я пишу дату рождения кролика, ее линию изначально откуда, то есть это самка моя ремонтная, вот, дата прививки мексоматоза, геморрологички. В этом столбике у меня дата окролов количество, вот был и первый окрол, это второй. Здесь я пишу дату случая, потом, когда самка родила, я маркером, то есть вытираю, была случая, допустим, 8-го, 0-9-го, 10-го, 10-го она родила, я написала сюда дату, эту дату вытирала. Вот таким вот образом. Видно за это самое, закрашенное. Но это уже много раз использовано. Ну да. Вот так вот. Здесь самочки наверху, молоденькие, то есть они... Давайте еще, да, посмотрим. Давайте, вот еще самочка эта. Вот она беременная, молоденькая девочка, она... Сейчас она, как я хочу, еще будет немного, то есть она вот строит. Месточка только старается. Вот самка уже мать-героиня, вот она поведела ножку, сейчас у меня находится на некоторых каникулах, но здесь, ну, в общем, такая классика. Возилавского белых, она крупная, длинная, трогися. А что, с ножкой? С ножкой, она ее сломала. Ух ты! Вот, ну, сейчас уже нормально перебивается. Что-то мою боевую заслуху, в общем, я ее оставила. Ну, в общем-то, это ее нет. Вот самочка. Так, а наверху кто сидит? Наверху сидят, это вот недавно вышли из ремонтных самочек, то есть они только вот покрыты были 14-го числа, 5 дней назад. Вот, вот я буду их скоро проверять самцом. Скажите, а как обслуживают-то клетки? Они же ведь высокие и глубокие. Клетки обслуживаются третий этаж, то есть если мне нужно, я, если вы обратили внимание, то есть мама с детками сидят у меня на втором, на третьем этаже, там, где, собственно, я могу дотянуться. Дотянуться третий этаж я сажу самки, которые или обгуленные, то есть рожают у меня второй, третий этаж, наверху сидят те, которые, допустим, с третьего этажа деток я отнесла, а мама сажу сюда, а вниз я сажу самку, которая, то есть собирается рожать. Ну, то есть к ним редко получается? То есть они мне, в принципе, как бы не нужны, чтобы сами кролика. Для обслуживания тут помыть, у меня есть специальная щетка резиновая, которая, то есть я навоз туда спихнула, прошла здесь, пролила, вот, то есть уборка здесь полчаса, все помещение очень быстро. Здесь вода со шлангом я пролила, помыла, все, если нужно достать кролика, есть стульчик, я еще молодая, то есть могу себе позволить попрыгать по таблеткам. То есть у нас это наклонный пол, наклонный поддон, который, который к задней стенке наклонен, да? Да, да, а от задней стенки внизу есть отбойник, который, который... Так, что там с отбойником? По-другому в блоточки уже ссыпается и ссыпается все. Отбойник, воним. А, ну, просто вперед он сюда. Возле отбойника проходит такая вот самодельная вытяжка, то есть канализационная труба с дырочками, то есть она прям берет, вытягивает то, что там пахнет. Вот это снизу канализационная труба, да? Да, 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 да. Она заканчивается канальным вентилятором, вот, и то, что в непосредственной близости от источника запаха, то есть она запирает как раз. Да, это вот, ну, если интересно, можете просто пройтись порядочком. Давайте, 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 вы, да, подкрываем. Это все самочки, которые ремонт, то есть на лето, а не пока лето было, они росли с весны, весенние самочки, майские. Вот, и сейчас они запущены уже в работу. Вот, надеется, что запущены. Если вы видите, у взрослых кроликов лежат трапики, вот так вот, асплододерматита желтенькие. Вот, у молоденьких девочек, девочек им еще это ни к чему. На золотой белой хорошо опушены лапки, поэтому в этом плане. Это калифорнийская девочка, вот, она у меня покрылась, когда была в такой серьезной линьке, но, собственно говоря, когда пустынкуры несутся, линяют, они несутся, так и кролики. Когда находятся в линьке, они, ну, в общем, малоплодные гнезда получаются. Ну, так вот, собственно, и у нас получалась прикрольчонка, но по своему возрасту более чем крупные, потому что... А зачем трапики для калифорнийцев? Их же обычно на сетке держат? Самки у меня, Калифорния, очень тяжелая. То есть есть Калифорния, которая 4,5-5 килограмм, у меня самки 5,5-6 килограмм. Поэтому, с учетом того, что, ну, допустим, этой самки уже за 2, старость берет свою. Сейчас очень хорошая линия, хорошая кровь, поэтому я стараюсь так вот максимально их использовать. Вот так, вот так. Ну, идемте сюда? Давайте. Здесь находится новозеландская красная и калифорнийская порода. Вот самочка. Самки в основном большинство уже моего разведения. То есть есть какая-то мне прародительница покажу. Ну, собственно говоря, те, которые... Те, которые... То есть самца поменяла. Самок я оставляю от него, если интересно. В красных я гонюсь за цветом. То есть мне нужно не просто новозеландские красные, а, наверное, даже новозеландские коричневые. Чтобы это был цвет. Вот самочка молоденькая, только вот запущенная, но уже я ее прощупала, то есть подтвердила, что она беременная. Вот. Ее оставила я из-за такой коротенькой шерсти. Она такая вот выглядит, как прям бархатная. Так, вот. Это... Это самочка. Татьяна, скажите, это что? Это соль. Вот кто-то ее оторвал, у кого-то она сохранилась, как бы, в первоначальном виде. Соль самкам нужна. Вот мне не хватает ветеринарного образования, чтобы объяснить, но я смотрю, что самки очень так вот активно лижут соль после родов. И что я заметила, то есть самок много, рано или поздно, то есть все равно были какие-то моменты крольчихи поедали крольчат, ну или там вылизывали их там, кролики оставались без лапок. Масечка. А вот кровь, кровь она соленая, то есть им, видимо, это необходимо. Я смотрю, что вот с появлением соли, вот проблема поедания плодов прекратилась вообще. Вот эта вот самка, самая старая, ей... Ей два с... больше чем с половиной года, она является прародительницей одной моей эллины. То есть это... и мама хорошая. Вот она, конечно, я ей даю спуск, не очень часто ее убежу, но очень интересно, где там дают. В общем, девочка, хотя и старушка. Вот, это самка моего разведения. Вот так вот. Стекаются девочки. Ну, не каждый день им лампы в лицо тыкуют. Ну, а, опять же, это сейчас кролик в линьке, поэтому... Всю красоту, конечно, видно хорошо в январе-феврале, когда заканчивается линька. Еще одна, опять же, повторяю, здесь только девочки. Калифорнийская самка на нас смотрит. Выходи, покажись. Калифорния, ну, в принципе, кролики у меня, как в завозной с Европы, то есть европейский тип. Это туповатая морда, круглая, опушенная, такое вот ушко. Сейчас Калифорния находится еще в летнем пигменте, так как кролик, в общем, лето у нас жаркое. Вот, и только сейчас кролики начинают набирать Калифорнию свою, скажем так, красоту зимнюю. То есть линька еще в полном разговоре. Вот этой вот самке уже, тоже два с половиной года. Она родоначальница одной из линий. Очень тяжелая, очень длинная, то есть самка 6 килограмм. То есть сейчас она ее ключат забрала, то есть это она откормила. Сейчас она отдыхает. Калифорния 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 Калифорния